всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы пишем расклад на тему каким будет наш июнь и не знаю нужно ли оставлять вот ссылку да можем день здесь я оставлю ссылку на расклад прошлого месяца где я делала да каким будет май я не знаю как вы я всегда пересматриваю сравниваю где-то что-то отзывается где-то что-то нет вот но мне было бы интересно если бы написали обратную связь вот у кого что отыгрался сегодня у меня классика в руках будем делать все три расклада на одной колоде позиции вы видите да перед собой тайм-коды есть в описании либо на если найдете курсор на проигрыватель да то есть там видно вот на этой линии внизу видео в нижней части видео видно главы разделения где какая позиция так жарко у нас уже стало вот уже на море ходит готовы я сегодня такая солнечная на желтеньком таком когда-то мне александр писал о том что или они вам так идут светлые цвета вот но я предпочитаю черный ладно приступаем позиция номер один голубенький камешек посмотрим сегодня каким будет ваш июнь я говорила что лето будет лучше чем часть зимы и весна вот но посмотрим каким же будет наш июнь могу сразу сказать что великие арканы не выпадает поэтому здорово когда не выпадают великие арканы ничего такого страшного нету да то есть в принципе мы можем повлиять на любую ситуацию так здесь у нас две карты выпало ага что у нас там будет проходить происходить с людьми социуме так причем такое знаете какие-то перемены вот и причем это выпадет сразу два великих аркана я ничего не перепутал нет вот так так общая общая энергия июня какая у нас будет четверка мечей ну такая знаете отдых отдых перекур да когда устал устала я бороться устала либо устала от всех этих трудностей сложностей от того чтобы где-то принимать решение что-то обдумывать в общем все мне надоело оставьте меня в покое я ушел как говорится ушла в монастырь на подумать на отдохнуть вообще энергия такая знаете когда не хочу ничего делать на вот не хочу не потому что лень а потому что где-то нужно взять какую-то передышку где-то кто-то может быть будет делать акцент больше на духовность на то чтобы найти ответы на вопросы именно в духовном да кто-то что-то там может быть читать будет такое но не для того чтобы изучать а вот больше как-то для хочется для успокоения до своей души как есть расклады чем сердце успокоится здесь ваше сердце она как будто бы успокоиться чтением литературы какой-то вот духовные вот но в принципе общая энергия бездействие да я не вижу что было какое-то 10 причем знаете так интересно сейчас я буду рассказывать да но выпало три десятки без малых арканов да то есть завершение ощущение такое что вот вообще все завершается все завершается и в принципе великих арканов как таковых и нету да вот кроме друзей социума что я говорила и финансово вот с финансами да здесь выпадает аркан справедливости с финансами здесь будет смотрите либо финансовый аспект либо какой-то знаете пересмотр до вещей то есть вы как будто вы будете заново переоценивать переоценивать про это сказал переоценивать ситуацию связанную с финансами либо здесь деньги может вам будет придет каких-то от каких-то государственных учреждений до возврат какой-то каких-то денег там я не знаю оплатили налоги а тут какую-то часть вам возвращает я не знаю как ваших странах работает налоговая система да но вот здесь вы что-то такое либо как какая-то задолженность да и здесь будет возврат либо здесь вот как это знаете может появиться такое желание что вот я хочу тратить деньги именно вот по справедливости да для себя то есть вот что заслужил дата хочу вот как-то появится такое желание что-то потратить на себя для своего какого-то удовольствия с другой стороны вот как будто бы знаете вот будете все высчитывать копеечку до последнего цента до цента например куда мне что потратить здесь все должно быть как будто бы с финансами правильно и вот у меня по ощущениям энергия она многогранная то есть для кого-то могут возвращаться деньги причем достаточно большая сумма и вот а для кого-то надо будет заново как-то вот посмотреть какие источники доходов да то есть вы будете просто интересоваться куда можно будет как-то откуда можно будет получать деньги как можно зарабатывать иначе причем законным способом до правильным способом может быть здесь будет желание пробовать методом знаете как-то проб и ошибок получать ну как можно еще заработать да вот именно законным способом вы как будто бы будете искать дополнительные какие-то заработки может быть здесь даже и ограничения финансов да но вот какая-то такая либо здесь правильно все должно быть да вот все по закону либо наоборот здесь будут какие-то ограничения связанные с финансами ограничение будет связано как знаете вы что-то потратить на себя да будет вот это желание которым я говорила да потратить на себя но то есть типа я что не заслужила но я вижу что присутствует какие-то ограничения то есть допустим если вы хотите как-то вот на отпуск куда-то потратить до поехать отдохнуть расслабиться с друзьями куда-то так знаете на природу выехать вот здесь как будто бы вот все какие-то рамки но не будет хватать денег то есть на отпуск не хватает соли но не хватает здесь будете расстраиваться переживаться переживать по этому поводу но я не вижу пока что вот финансовая сфера она она будет какая-то благополучная здесь как будто бы знаете может быть вы еще и как-то на какие-то документы да будете тратить деньги то есть денежные какие-то документы здесь будут очень много обязанностей очень много каких-то трудностей там я не знаю вот государству как какой-то что-то платите государству налоги могут повыситься какие-то вот что-то такое ну в общем финансы вообще как-то ну трудно 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 к сожалению я не вижу здесь денег хорошо что касается вашей коммуникации вообще знаете у вас не будет никакого желания как-то общаться с другими людьми вы будете закрыты больше как-то в своих раздумьях до воспоминаниях может быть будет еще такое ощущение что но я не хочу как-то очень много шишек и набили в прошлом и ну вот вам неинтересно будет общаться с людьми да вот из-за того что вся и весь месяц такой знаете вот он начинается по четверке мечей вот эта вот энергия да у меня нету сил сил как-то вот на общение на праздник ну даже не то что нету сил ней желания нету вот здесь главное такое что нету желания не хочу нет этой легкости жизни вообще хочется ничего не делать да вот здесь не апатия а здесь вот у меня нет как будто бы возможности решить какие-то дела вот и а поскольку я не могу ничего сделать ну вот словно говоря да не могу нету денег ну и как я пойду куда-то веселиться да то есть ну денег же нету поэтому я лучше дома побуду вот здесь вот какая-то такая энергия и поэтому ваша коммуникация во-первых но не будет каких-то передвижения я не вижу чтобы было были какие-то дороги передвижения да и коммуникации в принципе по девятки жезлов нету а если будет то вы как-то будете знаете вот все равно держать какую-то дистанцию от людей как-то отгораживаться не знаю будете придумывать какие-то отговорки чтобы не общаться вообще у вас не будет желания куда-то там поехать вот как-то с кем-то поговорить вы будете замкнуты на себе замкнутым на себе знаете какая-то вот будет присутствовать защитный какой-то такой механизм в плане того что вот пока я тебя не трогаю да и ты ко мне не приходи а если подойдешь то сам виноват да сам дурак я же тебя предупреждала что ну не надо то что энергия такая по рыцарю мечей она такая достаточно жесткая потому что нету желания взаимодействовать с миром вообще и отсюда будет вот это вот знаете отстаивание своих каких-то границ да вам как-то будет все равно если вы друг другу ну либо другому человеку как-то ранить и почему потому что она вы находитесь не в ресурсе да вот и в принципе я никого не провоцирую я ничего не хочу и ты ко мне не не подходи в доме могут быть какие-то конфликты могут быть какие-то ссоры приезды уезды да кто-то приедет кто едет причем ну молодые люди да здесь не не взрослый какое-то движение да какие-то даже предложения будут но вот у меня такое ощущение что вот чтобы вам не предлагали до куда-то вот пойти и сходите вы как-то вот ну просто знаете бывает такое что вот я не в настроении я не в настроении не хочу поэтому и и отказываюсь то что касается эмоционального плана знаете вот любви какого-то там удовольствия может быть какие-то эмоции да здесь вообще все сложно потому что выпадает десятка жезлов да то есть такое ощущение что я на пределе да вот очень сильная усталость меня такое ощущение что вы заходите в июнь о очень очень усталыми вот прям как будто бы это знаете какой-то вот пик предыдущих месяцев этого года который довел вас до предела да вот скользко сложно все да здесь здесь вообще не про удовольствие если есть какая-то эмоция то знаете вот какой-то вот просто груз ответственности да вот я должен я должен и какая-то как некий вот помещение зомби как как зомби я делаю то что я должен я на пределе я вообще уже не человеку я просто вот робота какая-то так то какие-то такие эмоции но хорошо знаете здесь еще эмоции будут даваться очень сложно да потому что подать все-таки король кубков да это вот про любовь и в отношения но то есть здесь даже тема отношений она будет какая-то трудная сложная сложно будет как-то что-то менять почему с чем связана эта сложность чем связана эта трудность с королем мечей знаете здесь какая-то пара может быть кто-то из прошлого до появится у кого были как-то вот отношения и либо здесь знаете могут появиться два человека и как-то если определяться с кем пойти да вам как-то может быть все будет сложно а так если в общем мы говорим про эмоции то здесь эмоции они такие знаете холодные очень резкие может быть однозначно в таком состоянии вы будете находиться как-то вот в обидах но обижаться будете и это понятно потому что когда нет настроения то все нам не нравится до в низких вибрациях ничего нас не не удовлетворяет вот но хорошо что это все вот завершается понимаете то есть десятки это всегда про завершение это вот как как какая-то какой-то пиковый момент да то есть даже если это отношения да то здесь будет вот завершение даже знаете я бы не сказал что здесь идет завершение отношений я бы сказала что здесь есть у кого есть отношения завершения каких-то трудностей сложностей каких-то преград которые были здесь однозначно какие-то перемены должны быть чем они связаны но аркан мира до завершения и солнца здесь начало но понимаете у меня такое ощущение что вы как будто бы но вот вам тяжело будет это завершить завершить старый какой-то формат что ли либо определиться потому что и все-таки два короля выпало определиться с кем я пройду свой путь либо вот как-то в новое вам будет почему-то я не знаю с чем это связано с чем это связано что вам сложно будет пойти сил здесь как будто бы сил нету как-то вы решиться не можете на это новое вот вам дают шансы понимаете а вы их я не знаю здесь могут быть какие-то сценарист а вот здесь как-то про честность да вот может быть вы боитесь ответственности в отношениях если это для тех у кого есть отношения и хотят перейти на более серьезный какой-то уровень здесь какой-то вот страх не знаю какие-то сценарии начинают скрывать ощущение что вот всплывает страхи как только говорят о какой-то серьезности здесь о каких-то переменах так более ответственных вот какой-то страх я не знаю это может быть у вас это может быть у вашего партнера вот но если все-таки для тех наверное кто в отношениях ну либо в семье да то здесь что-то должно поменяться потому что так как сейчас вот вашей семье да вам это не нравится но здесь очень как будто бы усталость я не могу сказать что отношения плохие ли вы друг друга не понимаете ли конфликты ссоры здесь вот причина усталости просто-напросто да я не знаю вы устали муж устал жена устала партнеру стал вот здесь что-то такое если у вас нету и вы хотите отношений да то здесь ощущение того что вот ваше старое восприятие либо подход к отношениям он должен измениться у вас как будто бы нету желания понимаете пойти в новое ну как я как будто бы привык да и причем вы это можете обосновывать как у меня много обязанностей там я не знаю если вы в разводе например у меня есть дети у меня есть другие обязательства и я из-за них не могу построить новые отношения ну как будто бы на эти ощущения ссорик от некая отмазка когда я не готов в принципе не очень-то хотите да вот вам вам как будто бы трудно сложно но я уже с этим привык я я не готов идти в новое здесь разные причины могут быть что касается работаем падать здесь десятка кубка в принципе такая карта достаточно позитивная с одной стороны в контексте эмоции да вы получаете удовольствие ваша готовность там что-то делать меняться да вам это все будет нравиться но с другой стороны это все-таки десятка десятка у нас говорит всегда про завершение про завершение чего-то знаете вот пик какой-то вот результат может быть вы в работе будете получать но собирать урожай вот как знаете по заслугам вот здесь вот по работе да как будто бы все будет хорошо вы по заслугам будете получать то во что вкладывались готовность ваша что-либо делать да она тоже как-то вот действовать она тоже присутствует что касается партнерства дату здесь вот десятка мечей на тоже опять какое-то завершение вот у меня невзирая на отдельные какие-то сферы и могу в общем сказать что знаете вот идет завершение до усталость присутствует но все равно вы близки к тому что что-то новое ворвется вашу жизнь что-то новое яркое причем знаете вот говоря о о том как вас видят люди например вот вы разогреваетесь от коммуникации по девятки жезла а люди вас например видят как победителя по аркану колесницы и дьявол сразу выпадает человека такого очень знаете харизматичного дав коммуникации человека победителя который достигает того чего он хочет двигать движется вперед очень так вы знаете успешно целеустремленный иногда даже не может быть некой степени по головам да но человек который получает то что он заслужил если мы говорим например о ваших друзьях то здесь люди могут как-то например вас искушать на то чтобы вы двигались дальше вот как-то вот вас витает вытаскивает буду да не будут оставлять в покое и вот это вот и будет вызывать у вас какую-то такую агрессию и недовольство вот что касается ваших целей как таковых то есть желание пойти в новое мысли буду даже об этом но вот все равно присутствует какой-то вот элемент ностальгии прошлого что это за прошлое которым вы как-то вот будете вспоминать тогда когда вот паркану силы когда у вас была сила когда у вас была сила когда у вас было хорошее настроение я не знаю что здесь будет происходить хотя в принципе по здоровью я не могу сказать что у вас здесь не будет здоровья и либо как-то вот не знаю как то что-то вас будет беспокоить нет ни в коем случае в прошлом вы как будто бы знаете ощущаете себя как человека который вот был как говорится на коне очень человека который мог управлять своей жизнью человек который мог реализовывать то что он хочет вот и как будто бы у вас будет постоянно воспоминания о прошлом а был их каких-то днях когда все было хорошо когда все было так как вы хотели да и общение и радости веселья вот здесь какая-то такая ностальгия по прошлому хотя вот люди вас будут как-то вытаскивать из вашего депрессивного какого-то такого пассивного состояния вот но даже я просто смотрю еще раз пересматриваю перепроверяю тему любви детей вот эмоции что-то мне не очень нравится и вот какое чувство что когда-то было хорошо а сейчас в этом месяце не очень и если как-то вы будете закрываться от партнер то есть скорее всего вы а не ваш партнер я вижу какой-то вот закрыто все таки сценарий на который вам нужно будет обратить внимание вы будете его прорабатывать это все что связано с вашими волнениями и тревогами какими-то переживаниями где-то может быть чувство вины где-то может быть какие-то страхи ну вы знаете вот все таки переживания не такое ощущение что личная жизнь либо все что связано со статусом то есть это может быть даже и социальная ваша жизнь это либо вот как-то вызывает вас чувство вины либо ответственности либо вины и переживания в плане того что либо я не достиг этой императрицы до этого статуса никого определенного либо я не могу его достигнуть либо я его боюсь то есть здесь вот может быть по-разному но однозначно причина будет связана как-то со статусом что вы будете бояться войти в отношении да если мы говорим например статусные либо как-то вот по работе до достичь какого-то вот успеха статуса либо ну вы не идете в новое сейчас я просто бы если я буду думать размышлять ощущать что что здесь происходит в общем общая энергия до подведу итог на что вам нужно будет обратить внимание в этом месяце на знаете на какую-то вот вашу неуверенность в плане ну вот опять таки мне идет плане достижения вашей какой-то мечты ваших каких-то желаний а здесь вот идет внутренняя внутренняя то ли борьба то ли идет какая-то притирка с внешним миром то ли конкуренция в общем знаете у меня ощущение того что я не верю в свою мечту вот здесь вот общая такая энергия июня будет я не верю такой девиз будет что вы не верите почему вы не верите здесь у каждого будет индивидуально совет совет вам здесь вам нужно смешку кубков какая-то знаете какие-то иллюзии присутствуют вам нужно будет определиться определиться куда вы хотите пойти потому что не уверены вы ощущение того что в июне вы будете не уверены за в своем завтра и это будет главная причина того что с вами будет происходить либо вы не сможете как-то определиться куда мне пойти что мне нужно сделать либо здесь вот это вот энергия мало мало энергия будет мало огня неуверенность вот я не уверен своем завтра а знаете неуверенность потому что вот император выпадает не берете ответственность за свою жизнь здесь конечно же главное главная причина это ваши страхи ваши страхи и ваша тревожность здесь очень низкие вибрации будет весь месяц поэтому имейте ввиду вам нужно будет их повышать через позитив еще расскажу я не могу сказать что вот прям такие ситуации сложные что там все предопределенного слышишь и все такое нет вы на это можете повлиять запросто потому что на легко выпали все малые арканы говорящие о том что это скорее всего ваше общее настроение и энергия месяца будут такие вот то есть как только вы меняете энергии вы меняете и все остальное потому что никогда нету настроения закрываетесь ясное дело что ну и ранее мил потому что падайте падайте вниз на низкочастотные энергии и вибрации и отсюда все видите через призму но не очень приятных ярких красок ну такой вот месяц это не очень такой позитивный для единичек двойки красный камешек смотрим ваш месяц у вас при месяц а для вас очень важный потому что здесь сразу две карты ладно начинается расклад высшего суда обновление какое-то то есть смерть на здесь что-то у вас интересное будет происходить так общая энергия общая энергия у двойк перерождение перерождение выздоровление исцеление очищение завершение самое главное завершение завершение переоценка 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 вещей для кого-то семья будет очень важная прям главным спектром все что с ней будет происходить вот а здесь хочется сказать такая генеральная уборка генеральная уборка вашей жизни перед началом чего-то важного такое чувство что вот куда-то меня зовут куда-то меня манят что то я хочу сделать другое в своей жизни более глобальное что ли более важное хочу вот эти вот желания будут такие да вот хочу 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 и почему хочу не в плане материальном земном а в плане такой вы знаете вот что-то для души глобальная например если там про семью до хочу семью либо хочу какую-то вот другую семью в плане что в ней было больше ценности более душевности более открытости как-то знаете вы хочу справедливости что ли искренности честности правдивости вот что-то такое какие-то такие энергии очень высокие месяц будет важный завершающий что касается финансов у меня такое чувство что вами до финансов будет потому что падает аркан влюбленных говорящий о анализе ситуации да вот все таки вот общая энергия она вашего месяца она будет влиять на вас и здесь за деньги надо будет как будто бы бороться до какая-то вот конкуренция присутствует денежки будет но не так много попашу пентакли я не могу сказать что много денег будет я бы сказала склоняюсь больше тому что вот какой-то недостаток может быть будут какие-то подарки маленькие правда да но какие-то приятности то есть если у кого-то там например юбилеи какие-то либо дни рождения либо там не знаю кто-то на пенсию выходит и получил какой-то вот маленький подарок своей работы стоишь которые уходят до любого уволился какой-то вот бонус ну что там а маленькая такое будет вот какие-то предложения могут быть связанные с деньгами но в принципе как будто бы знаете деньги они важны но вы на этом акцент делать не будете здесь как-то не до этого хотя ваше общение да и коммуникация с людьми она будет иметь какой-то вот финансовый такой оттенок общение да будет у вас вот я говорила в прошлый по моему раз расклад и по вашей позиции как-то по-новому да вот вы здесь как будто бы начинаете общаться по-новому причем так интересно вы видите себя как человека который учатся взаимодействовать с миром на равных с другими людьми его что ты мне да что ты получишь а люди вас воспринимает как человека который знаете как будто бы закрылся его только дай мне дай мне дать человек который хочет получать только удовольствие для себя и это так здорово на самом деле почему потому что двойки всегда были на отдать отдать его сейчас как будто бы вы учитесь принимать и людям это не нравится они вас виде по девятки кубков человека который кайфует допустим сама себе сам от себя получает удовольствие да и вот он немножечко жадничает на эмоции больше я бы сказала принимает нежели отдает с другой стороны с друзьями у вас будет хорошо вот опять-таки по девятки кубка до полу тебе получать удовольствие наполнять вас будут как-то эмоционально вот в принципе все все будет хорошо дома будете как-то вот отстаивать свои какие-то границы отстаивать свои какие-то убеждения может быть могут быть здесь ссоры ссоры конфликты знаете какие-то разрушения разрывы прям знаете так интересно на самые ключевые моменты в раскладе у вас выпадают великие арканы на все остальные позиции мелкие а здесь вот высший суд башня и аркан смерти да на достижение цели то есть месяц в месяц как какую цель ставить на перерождение на завершение причем на эти завершения такое достаточно естественное да то есть что суд говорит у завершение большого этапа в нашей жизни что смерть говорит о том что отмирает то что должно уже уйти его это знаете но но мы я вижу какие-то конфликты в чем внезапные могут быть до женщинами может быть у кого-то да не все не надо перетягивать на себя сразу здесь могут быть какие-то разрывы разрывы в отношениях потери утрата какого-то статуса то есть не обязательно там жены мужа а вообще статуса вот кто-то может быть здесь знаете может быть здесь еще и переезды какие-то будут может быть какие-то конфликтные моменты по поводу какой-то недвижимости до отстаивания какой-то недвижимости может быть здесь какие-то ситуации неожиданные внезапные связаны с матерью не знаю о чем это да но здесь вот женщина она фигурирует там жена мама важная какая-то значимая женщина вашей жизни и здесь вот как что-то внезапное что-то неожиданное будет меняться причем это будет даже из перемены связанные с квартирой с домом я говорю может кто-то вынужден будет уехать что-то продать с недвижимостью это будет связано может быть вынуждены будете как-то уехать но здесь это будет очень болезненно для вас вот в новое пойти куда-то переехать вам это будет достаточно болезненно хотя знаете вы так или иначе готовы были к этому да просто ниже я не знаю как как можно что-то внезапное но при этом вы к этому готовы как это сказать ну я не знаю например если человек болеет да и там уже взрослый там 80 90 лет да и ты понимаешь что лучше он же не станет дата впереди к завершении жизни как смерть и вот это в принципе это знаешь но когда это происходит это всегда как как будто бы знаете но не вовремя не вовремя но ты не готов к этому я не говорю что здесь смерть будет я говорю ситуацию как будто бы вот знаете она вроде бы неожиданно но вы знали что это случится ну например когда отношение уже подходит к концу завершение рука неожиданно ссора и из . поставлена ты вроде бы и знал что но это к этому идет вот но как-то здесь что-то такое либо например переезд станут и знал что вот мы дом например строим да и вот мы живем в этой квартире пока не достроим вдруг этот дом достроили и надо съезжать квартира я уже как-то здесь привыкла по авто район такой столько лет мы здесь жили а теперь надо переехать в новый в новый дом вроде бы да это мой вроде бы это хорошо но вот оставлять позади то что близко дорого сердцу и столько времени прожили сложно вот какие-то такие моменты здесь могут быть что касается любовной темы либо тема вообще эмоции удовольствия какого-то до от жизни то здесь какое-то обновление будет да здесь с эмоциями что-то новое будет новое начало новое какое-то любовное начало может быть даже то есть если вы в семье может быть здесь будет рождение ребенка как вариант если вы например в браке то здесь может быть какое-то вы знаете решение принято будет принято какое-то новое решение я не могу сказать она приятное вам неприятные но вот какое-то новое решение знаете может быть вступить в брак и не будут какие-то переживания на этот счет что-то с семьей связано может быть здесь детьми такой тоже может быть связано какие-то вот какое-то обновление причем знаете вот мне такое ощущение от всего месяца вашего что все будет как-то на на грани месяц он как будто бы на грани дана на грани радости и печали на грани там скорби и счастья на грани нового и старого вот что-то такое какая-то такая параллель что касается работы здесь не очень хорошие карты я могу сказать вот почему то что выпадает семерка мечей ну какая-то хитрость по поводу вот из прошлого может быть как какое-то предательство вы скроете из прошлого что-то здесь из прошлого будет не очень приятное что заставит вас как-то переживать здесь будьте аккуратны потому что то ли подвохи будут какие-то то ли ну вот хитрости обманы что-то такое здесь с работы не очень хорошая то есть не теряйте свою бдительность конфликты какие-то ссоры ругательства что-то что-то здесь на работе не очень хорошо будет что касается финансовой стороны в плане третьих лиц здесь будет какая-то возможность какой-то шанс да если вы да 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 связаны как-то с работой например есть на деньги от третьих лиц и есть на может быть предложение до какой-то вот работы да ну то есть здесь деньги от третьих лиц идут а мне не знаю в банке может быть хотите что-то взять до либо там я не знаю государственные какие-то учреждения которые вам должны дать деньги да здесь вот будет какой-то какая-то возможность какой-то шанс получить деньги если вы хотели пойти учиться на либо вообще какая-то вот ну не знаю важные значимые моменты вашей жизни к этот ярко жизни дату здесь будет очень много переживаний волнений вот либо вы будете волноваться за себя либо если у вас есть дети тут краски период экзамена да очень такое вот очень много переживаний волнений каких-то страхов так на что вам нужно обратить внимание в этом месяце урок этого месяца для вас он будет связан с каким-то движением с движением с нежеланием двигаться дальше нежеланием как-то вы знаете выйти из стабильности не знаю мне очень напоминает первую позицию но все равно есть какая-то разность отличие но в принципе да вот здесь вот как будто бы нежелание нежелание двигаться не знаю может быть единички смотрят и 2 позиции да здесь как будто бы тоже нежелание официального брака что ли традиции вот какое-то знаете движение дальше я не вижу по жизни возможно да как-то изменить свое мировоззрение сделать его более позитивным вот как будто бы здесь такого нету как-то страшно какая-то хитрость обман и не знаю обратите внимание на свое движение вообще вот вы как будто бы не идете не идете дальше не знаю почему подсказки вам на этот месяц колесо фортуны выпадает маг выпадает и император вот подсказки же говорю очень важный месяц для вас будет важно вы это поймете он будет связан либо если в общем завершениями какими-то ситуациями которые долго длились и не должны были прийти к завершению либо это будет связано как-то вот семьей семьей подсказки до подсказки даже я не знаю как вам это интерпретировать знаете вот ощущение того что колесо фортуны она всегда нам говорит о переменах что ничего не вечно и все меняется и вот хотите вы не хотите да здесь какая-то цикличность идет и вам нужно будет решиться на как-то вот принять решение найти в себе силы стать более ответственным что ли здесь такое чувство что вот вам нужно будет решиться идти дальше не знаю куда но ты как будто бы весь месяц будете думать это может быть опять таки переезда то есть но не обязательно брак это может быть как-то вот думаю поехать на родину не поехать на родину поехать в те места где я не знаю где-то может быть родился или нет или то может быть города как-то переехать в деревню или нет вот здесь что-то связано с движением у меня с движением по жизни либо с переездами в прямом смысле либо какими-то изменениями либо изменения сценария вашего мышления поведения да здесь надо какая-то вот проявить силу воли до взять ответственность как-то так такая была позиция мне и 2 вроде бы июнь должен быть хорошие что-то я мы не знаем посмотрим ладно не будем решать потому что то что кажется на первый взгляд чем-то негативным да на перспективу может оказаться очень благостным да и все чтобы что все что не делается как говорится делается во благо вот важно во что вы верите липон итак позиция номер три зелененький камешек троечки посмотрим какой у вас месяц это первые два как-то были как-то были посмотрим что будет по третьей позиции до какой у вас будет месяц так общая энергия король мечей у вас вы поддавали общая энергия месяца ну такой знаете будете как-то закрываться будете держать дистанцию в принципе от людей как как вы привыклись к может быть будете все обдумывать решать погружаться в себя не будете делать поспешных действий так будете все продумать анализировать прежде чем принимать какие-то решения такая знаете энергия больше мужская нежели женская но энергия в которой присутствует логика и разумность то есть пока нету эмоций это все хорошо если нужно как-то вот решить важные задачи в жизни ощущение того что я управляю ситуации да я владею всей ситуации и я понимаю куда мне нужно ну вот направить свою энергию да ну такая знаете осторожность во всем то есть прежде чем принимать какие-то решения до очень внимательно допустим там причем подписать контракт будете очень внимательно его прочитывать изучать такая знаете вот для профессиональной сферы его сказал для принятия решения такая нитки очень хорошие а вот для личной жизни я бы сказала здесь человек такой знаете которые обжегся во многом да и вот он держит какую-то определенную дистанцию то есть здесь вообще не про эмоции здесь ним не про любовь больше какой-то такое знаете договоренности вот жизнь по договоренностям да вот какая-то такая какой-то такой момент еще уточню королевы пиндаклей ну здесь пиндаклей выпало несколько карт да то есть возможно вас и финансовая сторона будет интересовать нужно вас просто будет как-то знаете желание такое либо чтобы вы позаботились о ком-то либо чтобы вас кто-то познаком познав позаботился может быть есть ощущение того что вам не хватает просто в окружении такие знаете преданных верных людей которые бы вас понимали до либо знаете вот чувство какого-то комфорта да вот безопасности спокойности мне кажется в этом месяце все-таки у вас это будет присутствовать то есть хорошо пока эти ощущения того что я контролирую жизнью вот так скажу я управляю своей жизнью и мне с этим хорошо то есть нету эмоций и не надо мне так в принципе хорошо мне с этим комфортно мне с этим удобно потому что я держу руку на пульсе для меня это важно если мы говорим про финансы любимая тема троечек у нас выпадает дьявол да здесь вам нужно быть внимательным здесь я действительно скажу что здесь дьявол вот именно как будто бы перевернутой некое такое искушение в плане финансов да то есть денег мало никогда не много мало денег много никогда не бывает да и вот будьте внимательны потому что как будто бы будут какие-то такие не очень хорошие предложения не очень честные нету хороших плохих нет не очень честные какие-то предложения может быть мысли в плане финансов да вот какие-то вот искушения вот мне надо прямо сейчас хочу все и сразу хочу быстро хочу чтобы это было легко мне вот что-то такое какие-то узнаете принятие решения да будьте внимательны потому что здесь дьявол меня мне показывает что может искушать вас на принятие каких-то решений достаточно поспешных хотя вы в принципе логичный человек либо здесь вот знаете какая-то какие-то конфликты ссоры могут быть дележка до по поводу денег может быть какая-то неопределенность по поводу денег но огорчение я не вижу чтобы здесь были как-то вот увеличение финансов либо что-то связанное с финансовым аспектом но дьявол сам по себе это козерог да это прям все что связано с доходами но доходы от работы вот но здесь я бы сказала больше как-то вы знаете желание иметь этих денег нежели как мне показались деньги как таковые то здесь не об этом что касается общение да вот близких каких-то поездок я могу сказать что общение будут такие знаете теплые добрые чисто открытое может быть по общение с детьми может быть какое-то вот взаимодействие у вас детьми сейчас либо из-за детей как-то будете общаться либо с детьми будете общаться либо с людьми моложе вас такое тоже может быть но общение на такой знаете теплая приятная искренне чистое хорошие может быть будут какие-то предложения куда-то сходить я не думаю поехать но вот сходить куда-то до совместно такое такое может быть почему мне кажется либо с людьми моложе вас либо какие-то предложения вот именно но я не знаю с детьми либо какие-то люди новые да вот вам ваша жизнь они вот вам будут предлагать как-то вы будете общаться нельзя может быть там клиенты какие-то и вот общение ну то есть общение здесь идет с людьми моложе вас если мы говорим о том как будет обстоять дела вашей семье вашем доме то здесь вот хорошо прям вот позитивно смотреть с одной стороны с другой стороны здесь может быть еще здесь у нас выпадает шут да и аркан звезды то есть кто-то может опять-таки дети могут уехать из дома либо люди младше вас по возрасту мы что-то в отпуск поедет вот хотя я не вижу такие дальние какие-то поездки все-таки шут это у нас про пешие путешествия какие-то больше передвижения ногами вот но хотя звезда это дальняя дорога то есть но здесь по-разному либо здесь может быть рождение до какого-то ну вот долгожданного ребенка может быть гости кто-то приедет да может быть в доме вот какой-то какая-то реализация ваших желаний что какое-то новое начинание именно это связано из дома если это будет очень сильно вас по десятке кубков переполнять эмоционально наполнять прям что касается любовный до сферы в любви у нас работа то ли работа на первом месте да а самолеты потом нет наоборот первым делом самолеты но девушки потом вот либо здесь работа работа и либо все ваши эмоции заполнены работой тем что знаете эмоции такие которые у вас есть это каждый день вот так скажу не что-то такое новое хотя король жезлов отдает нам жару хочется сказать огонька какая-то вы знаете яркость она все равно будет присутствовать либо у вас желание этой яркости проявления до будет либо как-то знаете эмоции себя показать как-то с людьми пообщаться чтобы вас заметили такое будет хотя иногда будут проходить некие обиды знаете вот как-то может быть даже вот я говорю может быть даже кто-то из людей будет уходить из вашей жизни но у меня почему такое ощущение что это как-то с работой связано я не знаю кто-то может увольняться и не имея ввиду вас я имею ввиду кто-то на работе будет увольняться и вот вы как-то это в вас будет для вас это как будет иметь какое-то отношение к вам не из-за вас а вот как-то это есть на может это повлияет как-то на вас эмоционально а может быть это для вас станет каким-то шансом да на работе причем так интересно я говорю про эмоции а у вас вот работа выходит то есть эмоции как-то у вас связаны с работой может быть кто-то получит какой-то шанс на возможность на работе и ну на повышение к примеру это вот будет переполнять вас эмоциями а вот профессиональная сфера у вас выпадает девятка пендагли да то есть как раз таки карта говорит о том что все хорошо вы ощущаете себя на коне вы ощущаете себя нужным человеком востребованным человеком человеком с изюминкой да такой знаете вот и человек которого замечают которому относятся с уважением могу сказать есть готовность работать вы умеете знаете как зарабатывать да по крайней мере перспективы вашей работы да они такие многообещающие сказал многообещающие выпала башня бабамс потом неожиданно и четверка жезлов что-то неожиданно внезапно разрушит какую-то вашу а стабильность знаете что может быть здесь может быть вы как будто бы рабочее место она у вас как-то изменится я не знаю может быть вы переедете но ваше предприятие если вы где-то работаете да там завод организация вот как-то переедет перемены изменения в помещении до помещения смените как-то недвижимость а может быть кто-то например там если вы работаете на себя вы как-то новый офис может быть арендуете может быть кто-то купит новый офис до для себя такое тоже может быть а так в принципе на работе могут быть какие-то внезапные изменения в стаку стаканившимся в стабильном каком-то режиме то есть то что давно давно было до длилась вот там какие-то перемены идут перемены может быть каком-то то-то что было стабильная да она будет меняться как-то на работе может быть в каком-то подходе да Может быть, будет меняться режим работы, там, я не знаю, больше будете работать. Может быть, меньше, может быть, как-то с зимнего времени переходите на летнее время. Я не знаю, может быть, кто-то как в актовом режиме работает, например. Какие-то вот изменения того устоя, устаканивающегося, который у вас был на работе, он будет меняться. Он будет меняться. То, что касается партнерства, здесь у вас как будто бы идет расширение, какие-то перемены. Перемены в партнерстве, либо завершение, либо начинание. Новые какие-то возможности. Знаете, у меня такое ощущение, что как будто бы новая любовь может войти. Либо, да, вот два туза прям. Туз куков и туз жезлов, и аркан мира. То есть здесь какие-то завершения и начинание чего-то нового. Да, это могут быть партнеры как на работе, так и партнеры в личной жизни. Может быть, новая действительно любовь, для кого это важно, для кого это актуально. Новые какие-то контакты, новые общения. Появятся новые люди, которые будут с вами как будто бы, знаете, на одной волне. Если это, например, работа, да, партнерство. Если это на... Вот, а если, например, дело заходит за клиентскую базу, да, то у нас выпадает здесь пятерка пендаклей. То есть клиенты здесь как будто бы не... Платоспособные, да, те, которые не могут оплатить, да, то есть клиенты, у которых нет денег. Вот я не знаю, почему я это сказала, видимо, для кого-то это важно, да, то есть здесь как-то сложно будет. Если, допустим, вот я говорила, что вы будете открыты к общению, да, такие, знаете, добрые, ну, добрые, чистые, открытые, будете говорить о каких-то своих идеях, размышлять, как их можно воплощать, какие-то задумки. Ну, то есть такой достаточно позитивный настрой. То люди, например, вас видят как человека, я бы сказала, ну, духовно нищего, да. То есть человеку, которому, например, добродетели не совсем знакомы. А знаете, это связано, сразу скажу, почему, потому что вы же король мечей, королем мечей выпадаете таким, знаете, очень жестким, конкретным, суховатым человеком. Вот из-за этой сухости, ну, то есть она у вас в силу вашего прошлого опыта выпадает. А люди вас видят из-за этого, как, знаете, человека бездуховного, потому что вот слишком вот эта вот сухость и логика присутствуют. То есть как будто бы они не видят ваших эмоций, не видят вашей доброты, вот этой вот чистоты. Хотя ваши намерения, да, вот я сказала здесь, они какие. А люди вас этого не видят. Они вас видят человека, который, я не знаю, там проходит какой-то кризис, человек, который не готов вкладываться, то есть, ну, нещедрый человек. Вот, интересный такой момент. Если мы говорим, например, о обучении, да, как-то там философии, изучении иностранных языков, поездка куда-то за границу, я бы сказала, знаете, вот если про поездки за границу где-то 50 на 50, я не совсем, даже где-то процентов 40 кто-то из вас может поехать. Вот, я бы не сказала, что здесь есть, хотя, в принципе, указывает аркан звезды, да, на дальность. Вот, но здесь нет ни колеса фортуны, ни колесничьего, да, что-то, что изменение. Хотя есть аркан мира, поэтому я декорю, где-то процентов 40 вы сможете поехать за границу. Но, если вы хотите обучаться, да, вот здесь какое-то новое обучение начать для себя, оно будет очень важное, значимое. Вот, и здесь надо будет очень хорошо подумать, потому что оно будет иметь сильное влияние в вашей жизни. Оно как-то вот поспособствует вашему духовному росту, да, то есть как-то сильно повлияет. Аркан суда не простой аркан, а выпавший на позицию обучения. На яркость красок, я бы сказала, здесь идет такое, знаете, зачистка, зачистка. Зачистка вашей жизни, да, и аркан смерти выпадает, конечно. То есть здесь вы претерпеваете какие-то важные перемены, да, то есть пока, я бы сказала, не до яркости жизни, не до каких-то таких, знаете, важных моментов. Здесь должно что-то, знаете, завершиться, прежде чем начнется новый какой-то цикл. Что касается ваших целей на месяц, что вы будете ставить, они будут иметь характер тройки педаклей. Начинание чего-то нового, да, то есть вы будете больше строить, вкладываться, да, сообща. Что-то выстраивать медленно, не спеша, не торопясь, но что-то уже новое, заделом на будущее, заделом на комфорт, заделом на... То есть в этом месяце сразу вы не сможете получить достижение той цели, которую вы себе поставите. Но заделом на будущее, да, это будет очень позитивно. Что вам нужно будет проработать в этом месяце, у нас выпадает аркан Луны. То есть вы здесь будете прорабатывать либо какие-то материнские сценарии, либо какие-то очень глубокие страхи, либо то, что не проявлено, то, что непонятно, необъяснимо, какие-то свои проекции на других людей. Знаете, ваше желание как-то вот наполнится для себя и получить удовольствие от жизни, но получить для себя. То есть вот сценарий, как будто бы вы не будете знать, не будете понимать, как получить это удовольствие от жизни, как насладиться, как наполнить себя, как реализовать аркан Мага, да, как реализовать то, что вы хотите, какие-то свои желания. То есть здесь еще до конца это прояснено не будет. Будут какие-то, может быть, даже страхи будут на этот счет. То есть вам нужно будет в этом месяце обращать внимание на Луну. Там, где что-то мутное, непонятно, везде должно присутствовать прозрачность и правдивость, честность. Это очень важно. То есть вы будете в этом месяце делать переоценку своих каких-то ценностей, что-то пересматривать, и будете вскрывать какие-то свои страхи. И с ними вам нужно будет поработать. Но это здесь не страхи в плане тревоги, сомнений, волнений. А страхи, которые, знаете, больше склонны к фобии. Причем эта фобия, она как-то будет проявляться именно с дьяволом. Причем смотрите, как интересно. У нас выпадает, значит, дьявол и луна. Такие вот магические моменты. В коммуникации будьте внимательны. Я бы так сказала. То есть будет какое-то влияние на вас. Я говорила там... Нет, это было в предыдущей позиции. Хитрость. Здесь, знаете что, здесь какие-то мысли. Вот такое ощущение, что какие-то люди могут вас как одурманить, что ли. Либо какие-то мысли у вас будут. Не очень позитивные иногда в каких-то моментах. Потому что дьявол будет искушать. На, возьми на это легко и возьми это быстро. А когда ты будешь за это платить, мы потом с этим разберемся. Вот здесь вот какое-то влияние будет не очень хорошее на ваши мысли. Хорошо. Подсказку вам на июнь месяц. Так. Двойка, двойка. Император. Император у нас сегодня выпал во всех позициях в трех. Вот. Здесь важно будет, наверное, ну, вам нужно будет как-то определиться в этом месте. Подсказка, да. То есть будьте более уверены. Я бы так сказала, да. Будьте более уверены. Потому что для вас важно будет в коммуникации это. Хочешь сказать, будьте непоколебимы, да. В каких-то моментах отстаивайте свое мнение. Но имейте в виду, что у вас выпадает король мечей на энергию месяца. То есть не будьте жесткими, да. Не рубите с плеча. Будьте, как-то, знаете, терпеливы и чуть-чуть мягче. Не нужно быть закостенелым в каких-то своих взглядах. Но при этом нужно быть уверенным в себе. Потому что, что двойка мечей говорит о каком-то неуверенности в принятии решения. Что двойка жезлов говорит о том, что вы топчетесь на одном месте. Все как-то не можете принять решение. То есть прежде чем, даже не прежде чем. Принимайте решение тогда, когда вы уверены. То есть если вы не уверены, просто не принимайте это решение и все. С чем у вас связана вот эта вот неуверенность? О чем? Ну вот страхи выпадают. Девятка мечей. Страхи, хитрость. Понятно, сейчас выйдут все ваши сценарии. Больше здесь, я бы так сказала, будьте уверены. Делайте то, во что вы верите. И поступайте так, как вам кажется, что это правильно. Опирайтесь на свой внутренний стержень. Но при этом учитесь сделать это чуток мягче, когда вы будете отстаивать свои границы. То есть не жестко. Потому что вы можете причинять боль. А вы человек такой, знаете, мягкий, который скрывает. Знаете, как черепаха, которая панцирь носит только для того, чтобы вот это вот свое мягкое тело закрыть. То есть покрыть, чтобы никто не причинил какой-то вред. Вот. Вот такой был расклад для вас сегодня троечки на месяц июня. Причем интересно, что из всех трех позиций, самой позитивной. В первый раз за много-много месяцев. Тройки вышли достаточно позитивны по сравнению с другими позициями. Чему я безмерно рада за вас. Будьте только внимательны. Вот здесь вот дьявол и луна. Либо сами себя не одурманьте, либо не станете предметом одурманивания кем-то другим. А я с вами прощаюсь до новой недели. Хочу пожелать вам всем отличных выходых. Хорошего, солнечного, теплого, доброго, мирного июня. Всем вам всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»